Если вам всегда интересно, как выглядят инопланетяне, вы можете сначала взглянуть на них, чтобы составить приблизительное представление. Мадагаскарский Ай-Ай, вымирающий лемур, похожий на гибрид панды, крысы и енота, который можно увидеть в научно-фантастических фильмах. С большими глазами, длинными тонкими пальцами, огромными ушами и большим пушистым хвостом Ай-Ай, одно из своеобразных млекопитающих. Научно известный как Дабентония Мадагаскараэнсис Ай-Ай, выживший, живущий на деревьях и питающийся в основном насекомыми и червями. Своим длинным тонким заостренным средним пальцем Ай-Ай стучит по коре деревьев, внимательно прислушиваясь к насекомым, которые роют дерево. Найдя добычу, лемур использует свой причудливый палец, чтобы выловить насекомых и съесть их, чтобы перекусить. Костистые пальцы также полезны для зачерпывания мякоти манго и мякоти кокосовых орехов. Для защиты Ай-Ай никогда не спускается на землю, выбирая укрытие в развилках больших деревьев. К сожалению, учитывая их странные черты и внешность, Ай-Ай воспринимаются местными жителями как предзнаменование неудачи, которые убивают их на месте. Незаконные охоты и разрушение среды их обитания делают дикую природу трудным местом для этих млекопитающих. Если бы взгляд мог убить, то китоглавый Ай-Ай ст, также известный как китоголовый Ай-Ай ст, мог бы убить вас за секунды. Китоклюв получил свое название от своей гигантской головы в форме башмака, который легко приносит ему награду за самую уродливую птицу. Если быть честными, китоглавый Ай ст выглядит так, как будто его нарисовал ребенок с гиперактивностью. Воображение и темное чувство юмора. Кусаклюв, известный в науке как Балайнисепсрекс, представляет собой большую птицу, которая, похоже, может атаковать в любую секунду. Обладая специализированным клювом, желтыми глазами и пятифутовым размахом крыльев, кусаклюв использует технику охоты, известную как обрушение. Это означает, что когда они видят добычу, они атакуют ее с внезапной силой, которая исключает любые шансы на выживание. Эта техника особенно странна, учитывая, что они могут оставаться неподвижными в течение нескольких часов, что делает их очень опасными для ничего не подозревающей добычи. Хотя китоклюв в основном молчит и использует свой холодный взгляд, чтобы отпугнуть любых хищников, он также может быть шумным. Он известен звонком, который звучит как автоматная стрельба. Во время гнездования они хлопают нижние и верхние челюстями, создавая повторяющиеся взрывы, которые звучат как что-то прямо из Второй мировой войны. Если бы мать природы когда-нибудь сняла фильм ужасов, эта лягушка с метко названным ужасом была бы идеальным злодеем. Этот устрашающий горбыль из Центральной Африки, которого также называют волосатой лягушкой, отличается прядями волос, которые растут на его спине и ногах. Тем не менее волосатая внешность, это не конец истории этой амфибии. Ужасная лягушка наиболее известна своей способностью ломать собственные кости и мгновенно образовывать когти. Это похоже на что-то прямо из фильма Уэсса Крейвина. Лягушка – живой дышащий убийца. Задние лапы жуткой лягушки, известной в науке как тречебатрачас робостас, состоят из костей, спрятанных прямо под кожей. При угрозе мышцы, связанные с костлявыми когтями, сокращаются, обнажая когти, используемые для нанесения ударов по врагу. Помимо когтей, лягушки получили свое название от волосатой кожи, которая играет важную роль в период размножения. У самцов лягушки появляются волосатые пряди, чтобы в них попало больше кислорода, чтобы восполнить свои маленькие легкие. В Камеруне платоядная лягушка является популярным кулинарным лакомством местных жителей. Учитывая их жестокий характер, копья используются для нанесения ударов на расстоянии, что делает их смертельным вариантом для ужина. Креветка-богомол или стоматопод – одно из самых красивых морских существ, предрасположенных к вспышкам ярости. Известно, что энергичный подводный хищник наносит один из самых сильных ударов в мире в пересчете на фунт за фунт. Исследования показали, что они поражают силой пули 22-го калибра, разрушающей силой. Креветок-богомолов нельзя даже держать в стеклянных аквариумных коробках. В мире насчитывается более 450 видов, хотя и таракообразные обитают в тропических водах. Коричневые, красные, синие или зеленые – они обладают теми же характеристиками, что и существа территориального моря, обитающие на коралловых рифах. Учитывая их поразительную мощь и стиль атаки, креветки-богомолы часто нацеливаются на животных, которые намного крупнее их самих. Чтобы убить свою добычу, они используют пронзающие или разбивающие приемы, которые одинаково смертоносны. Интересным аспектом охотничьего стиля креветок-богомолов является то, что сила, необходимая для поражения цели, вызывает испарение воды. Это означает, что даже если первый удар не убьет добычу, последующий резкий взрыв чрезвычайно высокой температуры и света завершит работу. Австралия является домом для некоторых необычных существ, но утконос возглавляет список самых странных видов. С момента своего открытия ученые задавались вопросом, как им следует классифицировать утконоса. Они просто никуда не вписываются. Они откладывают яйца, как курица, кормят своих детенышей молоком, как коровы, и охотятся под водой, как тюлени. Утконос, отнесенный к группе млекопитающих, называемых монотремами, является уникальным млекопитающим, известным своей способностью откладывать яйца. Обладая характеристиками млекопитающих, рептилий и птиц, утконос – одно из самых адаптируемых существ природы. Но хотя утконос может выглядеть странно, его невероятные навыки полезны для выживания в дикой природе. Детеныши утконоса слизывают молоко со специальной кожи, которая потеет с молоком, обеспечивая столь необходимое питание. Плавая в воде, утконос питается на дне мутной воды, а его клюв действует как электрический датчик для обнаружения похороненной добычи, такой как креветки. Когда ему угрожает опасность, самец утконос имеет ядовитую шпору на задних лапах, которая защищает от хищников и других самцов. Самки используют свои хвосты как идеальный естественный инкубатор для яиц, гарантируя, что детеныши вылупятся в любую погоду. Итак, если оставить в стороне загадку, утконос – это круто. Продолжение следует...